У новорожденного ребенка имеются только две пазухи. Этмоидальные и верхнечелюстные, но они очень маленького размера. В возрасте 3-4 лет жизни начинают формироваться лобные и клиновидные пазухи. В дальнейшем происходит постепенное увеличение размера и изменение формы пазух. Окончательное их формирование обычно завершается к 12 годам. При воспалении происходит утолщение слизистой оболочки пазухи и накопление в ней эксудата. В лороотделение клиники детских болезней поступил ребенок 14 лет с жалобами на резкое затруднение носового дыхания, головную боль, обильные слизистогнойные выделения из носа. При осмотре болезненность при пальпации в проекции верхнечелюстных пазух, лихораде до субфибрильных цифр, умеренные симптомы интоксикации. При передней риноскопии слизистая оболочка полости носа ярко гиперемирована, резко отечна, носовые ходы сужены, содержат густое гнойное отделяемое. При фарингоскопии стекание слизи по задней стенке глотки. Ход в гортань свободный, голосовые и вестибулярные складки не изменены, подскладочное пространство свободно. При отоскопии барабанные перепонки с обеих сторон серого цвета слегка втянуты в центре, опознавательные знаки четкие. При видеоэндоскопии полости носа слизистая оболочка, отечная, ярко гиперемированная, носовые раковины увеличены в объеме. В общем и среднем носовых ходах обильное, густое, слизисто-гнойное отделяемое. В последние годы, наряду с рентгеновским исследованием, все чаще используют магнитно-резонансную томографию. Исследование в коронарной и аксиальной плоскостях выявило наличие уровня жидкости на фоне утолщения слизистой оболочки левой верхнечелюстной пазухи и средних клеток левого решетчатого лабиринта. На основании клиника лабораторных данных был поставлен диагноз «острый гнойный гаймерэтмоидит». Было назначено лечение с использованием ингаляционного комплекса с пульсирующей подачей аэрозоли. Вводились антибактериальные препараты, муколитики и сосудосуживающие препараты. При постоянном потоке аэрозоль поступает в полость носа и в процессе дыхания проходит в нижние дыхательные пути. При пульсирующей подаче с частотой 54 Гц частицы аэрозоля двигаются в разных направлениях. При этом между полостью носа и придаточными пазухами возникает разница давления. Тем самым создается условие для проникновения частицы аэрозоля в полости пазух, что подтверждается при радиоизотопном исследовании. Ингаляционный прибор состоит из компрессора и распылителя-небулайзера, которые соединены между собой трубками-воздуховодами. Для проведения ингаляции через нос небулайзер оснащен специальной насадкой. В комплект также входит окклюдер для второй половины носа. Перед ингаляцией компрессор устанавливают на твердую поверхность. Далее собирают небулайзер согласно инструкции. В камеру небулайзера помещают необходимые для конкретного пациента медикаменты. К небулайзеру подключают две трубки воздуховода. Трубку для пульсирующей подачи воздуха в верхней части небулайзера. Затем их присоединяют к разъему компрессора для пульсирующей и постоянной подачи воздуха. Прибор готов к работе. Перед ингаляцией необходимо очистить полость носа путем промывания, например, назальным душем. Ингаляцию проводят в положении сидя. Вторую половину носа закрывают окклюдером. Насадка небулайзер плотно прилегает к крыльям носа. Во время ингаляции дыхание обычное, без усилий. Мягкое небо должно быть закрыто. Для этого рот приоткрывают и произносят букву К, например, У-У. Продолжительность ингаляции от 5 до 12 минут. Она зависит от объема медикамента. При полном его распылении изменяется звук работы прибора. На фоне проведенного лечения головная боль исчезла, температура тела нормализовалась. Выделение из носа приобрели водянистый характер, носовое дыхание восстановилось. При контрольной магнито-резонансной томографии воспалительные изменения со стороны придаточных пазух не выявлены. Ребенок был выписан из клиники в удовлетворительном состоянии. Конструкция прибора позволяет проводить ингаляционную терапию риносинусита у детей разного возраста, начиная с дошкольного. Для лучшего взаимодействия с ребенком используют игровые приглашения. Динамика больной оценки данных осмотра показала, что в основной группе больных, где использовался метод пульсирующий ингаляционной доставки аэрозоля, отмечалось более быстрое оккупирование симптомов риносинусита по сравнению с контрольной группой пациентов, получающих общепринятую терапию. В основной группе больных, получающих местную антибактериальную терапию с помощью метода пульсирующей ингаляционной доставки аэрозоля, более чем в половине случаев удалось воздержаться от назначения системной антибактериальной терапии, тогда как в контрольной группе проведение этой терапии требовалось всем пациентам. В основной группе больных во многих случаях удалось полностью отказаться от проведения лечебно-диагностических пункций в придаточных пазух носа или уменьшить их число до одной. В то же время в контрольной группе у большинства больных была необходимость выполнения двух и более пункций за время лечения. Субтитры создавал DimaTorzok